Субтитры делал DimaTorzok Вот это вот первая стадия полуфабриката в Ишане этих лунов То есть еще не готов сам чай, потому что для хутбе на же время Вот, то есть тоже ничего не отдыха на черенки Да, пробуем два сорта, один Хуан Гуанинь, другой Хуан Май Гуй Вот, почему-то эти Хуан Май Гуй мы еще, по-моему, даже не закупали такой Вот еще много новых сортов, выведено в Ишане И постоянно что-то новое появляется каждый год, буквально 2-3 новых Ну вот, все будем пробовать, аромат очень хороший И сейчас чуть позже поедем к ним на производство Производство находится довольно высоко в горах Вот, поэтому так заготовили теплую одежду На том производстве больше занимаются таким же высококачественным чаем Вот, ну, это ребята довольно большие У них несколько заводов специализируются на разном чае Вот, сейчас пока пробуем чай, скажем, в средней категории А более качественные, вот, где вы сказали, на том самом производстве А сейчас мы дегустируем как раз сорт Первый из двух банч-убинов Называется Хуан Май Гуй Вот, новый тоже сорт, который я еще не слышал 506, по-моему, у него номер 506 у него номер технический, который вот из постоянной в Ишане И чай весьма интересный Интересный тем, что обычно тоже делать синьсяник такой вкус Но чем он отличается от других От того же Деньгу Анини, от прочих Он очень долго держит пролив Как там гуандун, если напомнил, даже немного Вот, и еще у него цвет настой Такой похож на много даже на пиво Но это на самом деле потому, что еще не было хунбэя То есть он такой светлый Ну вот, как говорит технолог То, что именно этот сорт он как раз специально сделали Для того, чтобы делать такой синьсянистый Ушанец, вот, хотя он будет пробовать делать и плотный Метбай тоже В производстве лунов есть две самые сложные И самые, так скажем, профессиональные стадии Которые требуют действительно очень большого опыта И очень большого умения Это вот как раз вот этот вот яутинь Который, причем, состоит из нескольких стадий Сейчас немного подробнее скажу И финальная стадия хунбэя, финальная сушка Про хунбэя знают очень многие Но про то, насколько сложен именно яутинь, знают немногие Тут происходит несколько стадий Первая стадия это в идеалу Который, на самом деле, когда адлист Ну, после сбора раскладывается Раскладывается так довольно небрежно И в идеал они проходят полностью Только чуть-чуть там Станутся более гибким После этого уже загружают сюда Либо бывает даже иногда не дожидаясь загружать Но это не очень правильно И первая стадия Когда немножечко совсем его крутят У него просто проходит выход влаги Надламывание, скажем так Краешка, да, вот этого Вот А потом, значит, происходит ферментация То есть сейчас, как говорится, здесь происходит ферментация То есть здесь тоже состоят угли Небольшая щелочка в дверях Значит, лист потихонечку Там есть температура, довольно тепло Но не сказать, что сильно То есть это не сравнить ни в коем случае с ферментацией Того же красного чая Или там, не дай бог, ферментация Какого-нибудь Пуэра Там ничего подобного здесь не происходит, конечно же Но лист потихонечку краснеет В зависимости от сорта Очень может различаться технология То есть как именно Крутить, сколько То есть это все очень сильно зависит И от сорта И, как говорится, здесь, например, сорта Хуан Гуани Потом, значит, и зависит и от того Какое время сбора было То есть какая была погода Вот Какой лист Там, да То есть очень много нюансов Это, по сути, тоже Ты как с завариванием чая Да, вот мастер играет И смотрит, какой чай у него может получиться Также и с производством И особенно здесь Вот это прям очень важно Именно чувствовать чай Интересно работа технологов Которые следят за этим процессом Очень высокоплачиваемо Есть, конечно, обычные мастера Которые там Вот 30-40 тысяч Ну, скажем так, обычные Не умеющие делать Там, что-то есть Супер оригинальные Вот Он так Вообще Вот зарплата Очень неслабая То есть это В рублях Человек может заработать За сезон производства Больше миллиона рублей Так постояв Тут и побыв Некоторыми с мастерами На заводе Понимаешь Насколько Действительно Ну, сложная Это процедура Сделан только Что вот зашел Посмотрел Сколько времени прошло Тут, кстати, идет счетчик Вот Сейчас уже прошло 57 минут В каждом из отсеков Здесь делается свой чай Интересно то, что Сам Полный Полный Вот это вот Значит, встряхивание Бывает, занимает Тоже Получается Ну, не сутки Ну, так Часов 12 Может, даже больше Тоже В зависимости От того Какой чай То есть Здесь, например, чай Собрали В 12 часов Наверное, дня Не загрузили Сейчас уже Часов 10 вечера Вот И все еще продолжается Ферментация Тут тоже зависит от сорта Бывает Процесс гораздо более быстро Бывает Гораздо более длительно Еще немного Тут пообщались С мастером Так, что На тему Производства Да И тут, в общем-то Не так все просто Оказалось Помимо того, что Сейчас само Вот это вот Стряхивание Разделяется на этапы Тут еще, в общем-то И с ферментацией Интересный такой момент Вот, как говорят Многие Мастера Вот, видят, например Что, вот, все Немножечко покраснел лист Все Быстренько начинают Его уже обжаривать А эти ребята Нет Они, значит, как делают Сейчас, например Вот он такой вот Ну, как Наполовину, скажем так Покрасневый местами Местами процентов На 20-15 Смотри, какой лист И это, например Он уже полностью Стал таким темным Они час ждут Полтора часа 52 минут прошло Полтора часа ждут Потом 30 минут Стряхивают Вот это число Иногда бывает Что, говорит, минут 15 Стряхивают 15 минут, значит, крутят Вот После этого еще Дают поферментироваться Причем там Ну, сколько именно времени Он говорит По-разному Где-то бывает час Где-то 40 минут Где-то дольше Смотрят Постоянно Смотрят за процессом То есть сейчас Постоянно мастер заходит Смотрит Руку засовывает Какая там температура А там температура есть Но небольшая, кстати, совсем Но есть И после этого Значит, снова встряхивают И только после этого Уже, когда все Когда он совсем темный Уже Они Начат На следующей стадии Отдельно стоит Рассказать про то Как оборудована комната Для Яотсиня Вот То есть это обязательно Такие небольшого размера Как вы видите Да, такие комнаты В которых Развижные двери Вот Между ними Во время ферментации Например, оставляет Такая небольшая щелочка Да, что свежий воздух Рюкки поступал Но Тем не менее Тепло не уходило То есть тепло здесь Должно быть Вот А еще стоят Два вентилятора мощные Которые Выгоняют отсюда В лаву Во время встряхивания Плюс обязательно Ну, собственно Блок управления То есть Включить Включить Выключить Самую машину Таймер Которые все стадии Тоже засекают Вот Здесь Которые Только что Буквально Двести Две минуты Ток что Закончил встряхивание Ровно 15 минут Оно шло Вот Сейчас Открыли Вот Уже немного Лист Подферментировался После того Как он Полежит Кое-то Время Значит Его Снова Начат Встряхивать Вот Собственно На такой Скорости Происходит Встряхивание Вот Процесс Конечно Супер Кропотливый То есть Постоянно Открывать Постоянно Смотрит Все Происходит С листом Сново Включает На какое-то Время Снова Выключает Вот То есть Все Очень непросто Здесь Закрепно Делается Фоншоу Основная Цель ферментации Есть Такое Чего Простите Является Вот Выход Того Самого Вот Этого Аромата Свежести Аромат Свежего Листа Тиньвей Тиньвей Должен выйти И Пройти Шувей Вот То есть Аромат Уже Готовый Ферментированного Листа Вот Какой Какой Им Какой именно Аромат Получится Тоже Не всегда Знает Даже Сам Технолог Потому Что Сырье Может быть Разным Но Именно Вот Эта Вот Игра С процессами Игра Со временем С тем Сколько Именно Какой Температура То есть Так Далее Очень Много Нюансов Они И делают Чай Разным То есть У каждого Мастера У каждого Технолога Своё Представление О том Что Такой Хороший Чай Вот Такая Вот Невростая Работка Здесь Происходит Сейчас Я очень Хлангуанине И стоит Просто Невероятный Аромат Мне постоянно Хочется Передать Этот Аромат В Рассказ О чае Потому Что Иначе Картина Очень Неполная Но Конечно Это Очень Невероятно То есть Он Почем Постоянно Меняется Когда Наблюдаешь Процесс Длительное Время Там Несколько Часов Там Постоянно Изменяется И ты Видишь Что Он Говорит Вот Смотри Сейчас Такой Аромат Стоит Вот Наж Ждать Сейчас Зафиксировать Так Чтобы Завтра Уже Чай Заварить Потому Что Он Был Именно Такой же Раньше До Появления Машинного Яотини Яотини Делали Вручную Вот Так Вот Мы Раньше Показывали В нашем Первом Фильме О Производстве Техолунов Сейчас Тоже Есть Кто Делает Полностью Вручную Но Очень Мало Это Очень Трудоемкий Процесс Но Еще Самое Главное Интересно Что Нам Сказал Технолог Я Много Пробовал И Вручную Чай Делать На Машине И С Яотини У меня Понял Такую Интересную Вещь Что Я Делаю Банш Вручной Первую Часть Яотини Делаю Вручную А потом Уже Вторую Часть Делаю На Машине Потому Что Вручную Так Просто Не Сделаешь Вот Таким Образом Получается Самый Самый Невероятный Аромат Получался Именно Такого Чая Который Сделан Наполовину Так Наполовину Так Ну Вот Уже Закон Если Яотини Сейчас Активно Продолжается Стадия Обжарки Сминания И Сушки Первая Сушка На Гонзалом Машине Мы Поспали Несколько Часов Однако Работники Завода Не спали В аптех Вот Насколько Подошел Буде Технолог Типа Ребята Пойдемте Скоро Уже Завершается Процесс Сейчас Краться Посталось Последнее Небольшое Количество Чая На Обжарку Процесс 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 Котле Топится Дровами Как я же Рассказывал После этого Сминания Вот Сушка И Здесь уже Готовый Собственно Баншер То есть Пол Субрикат Который Немножко 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 Время Полежать Несмотря На то Что Есть У Всего Продолженно Процесс Главный Кирнолог То есть Наш Друг Он И Властелец Производство Общее Но Один Из Главных Владельцев Скажем Так И Все равно Несмотря На это Есть Еще Отдельные Мастера Специалисты Технологи Которые Убираются Особо Прошло В каком-то Определенном Процессе Есть Мастер Который Занимается Обжаркой Причем Наш Друг Говорит Что Мастер Более Восьми Лет Приезжает На Завод И Занимается Обжаркой Чай Обычно От 10 до 18 Минут После Жарки Он Такой Специальной Лопаткой Такая Наработанная Лопатка Вся В чайном Масле Много Лет И Делают Все Вот эти Две Корзеечки И Тут же Сминание Сминание Ничуть не менее Важный Процесс Его Тоже Контролируют Причем Смотрят Все Тут Какой-то Момент Подходит И главный Технолог Подходит И обжарщик И еще Один Технолог Который Нам Отвечает За Я Учинь По сути Три Человека Два Отдельных И главный Все Трое Посмотрели Насколько Как Именно Подошло Сминание Именно В новой Партии Почему Важный Сейчас Потому Сейчас Вандан Весь Прошел Пошел На Сушку А Вот Дин Партия Сминания Прошла Налажена Корзинка На роликах Подставляется Под Джоунин Машину И Сейчас Выгружают На Сушку Очередная Партия Готова Довольно Быстро Обработали Дин Мудань Буквально Последняя Партия На Обжарке Последняя Партия На Сминане Вот Мы провели Следующую Партию Чая Десять Ее Побольше Потому Чай Сразу Из Барабанов Это Флор Шоу Или Сорт Мадонь Будда Его Сразу Абсолютно Можно Отличить Как я Уже Сказывал По Внешнему Виду Это Очень Группный Лист Такой Вот С Другим Стортом Невозможно Перепутать Так Вы Виде Топка Канзава Машины Толь Что Работник Загрузил туда Все же партии Угля И Там Помимо Топка Стоит Большой Мотор Который Выгоняет Горячий Воздух В Писки Сам Тушильный Шкаф Ну Сейчас Выгружает Машину Яотинь Конкретно В этой Машине Чай Хуан Мой Гуй Вот Так Он Открывается Барабан Открывается Сбоку Вот И На самом деле Ещё перед выгрузкой Технолог На всякий случай Проверил На сколько Чай готов Да Ну и вот Всё Сейчас значит Будет выгружать Вот так Собственно Происходит Вот Шырьё Даже Не влезло Всё Из барабана Слишком Большое Количество Листа Ещё Куршоу Ещё Не дожарим Вот А Уже готов Следующий Мон Мой Буй Кстати Вот здесь За плантациями Дальше Начинается Заповедник Вот Заповедник Тоже сделали Буквально Там Несколько Может Десяток Лет назад Не больше По счастливой случайности Наш владелец Производства Говорит А у меня Там уже Была плантация То есть Мы там Уже успели Сделать плантацию То есть Старые плантации Никто не вырубает Как на первом Это и видели На Тайване Но Новые Запрещено Разводить То есть Там Причём Строгие Очень Подупреждения Стоят Тоже Следятся За лесом Со спутника Происто Очень Сейчас Взялось За Скажем Восстановление Природных Ресурсов Которые Очень Сильно Были Порушены В период Бурного Роста Китайской Экономики 80-90-х Поэтому Сейчас За лесом Очень Сильный Средиат Бурного Стоят Гот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...